Леонид Пранович меняет роли как перчатки. В копелке будущего актера театра полсотни дипломов, не менее 20 кубков и столько же медалей. И это в 12. Однако, признается мальчик, искусство невозможно измерить цифрами, его можно только прочувствовать. Этому научила родная школа имени Текотского. Уже пять лет дарование отдает каждую свободную минуту любимому делу. Моя любимая роль это когда мы ставили Буратино за таинственным очагом. Мне очень понравилось играть полицейского, потому что это одновременно и комический персонаж, но и также серьезный. И это была самая моя любимая роль, это моя первая большая роль. Театр это есть совмещение сразу всего. Театр это что-то особенное. Подобных уникумов здесь не счесть. Все началось в мае 1927. Школу искусства открыл известный белорусский композитор Евгений Текотский. За почти вековую историю Кузница талантов подготовила тысячи специалистов. Историческое здание по Карла Маркса хранит память о выдающихся выпускниках, народном артисте БССР Владимире Оловникове, концертмейстере Большого театра оперы и балета Леве Горелике, доценте Академии музыки Сергея Янковича и, конечно, заслуженном артисте Белоруссии Руслане Олехно. В сентябре 2013 года детская школа искусств номер один имени Евгения Карлыча Текотского города Бобрусска была реорганизована путем присоединения к ней государственного учреждения образования детская школа искусств номер три города Бобрусска. За многие годы работы школа стала одним из ведущих учебных музыкальных учреждений города, области и Республики Беларусь. Сейчас в школе учатся больше тысячи ребят. Это молодые таланты от семи до четырнадцати. Одни делают ставку на народное или академическое пение, другие на эстрадный вокал, третьим поддается театральное направление, а кому-то и вовсе близка теория. Но, конечно, у истоков искусства всегда была и будет музыка. Фортепиано, скрипка, домра, гитара, цимбалы, баян, флейта, тромбон. Перечислять музыкальные инструменты, на которых играют воспитанники, можно бесконечно. Ограничивать творчество не в правилах учреждения. Хочет ребенок связать свою жизнь с искусством или просто ищет себя, двери школы всегда открыты. В нашей школе очень сильная база музыкальных инструментов. Представлены все инструменты, которые на данный момент есть в нашей стране. Мы являемся первой ступенькой в музыкальном образовании. Наши выпускники продолжают обучение в колледжах нашей страны и в университетах культуры. У нас есть в стране фонд, который поддерживает талантливую молодежь. У нас есть такие ученики, которые уже достигли определенных высот. Есть материальная помощь и поощрение. Искусный музыкант – это не только талант и практика, но и большой вклад требовательного педагога. В детской школе искусства имени Текотского таких больше ста человек, каждый выдающийся. Обучить нотам – не единственная цель. Здесь же осанка, руки и пальцы. Плюс наставники вкладывают не только знания, но и понимание. Готовят ребят и к публичным выступлениям. Академический концерт – обязательная часть обучения. Экзамен сдают в этом зале вот уже 95 лет. Юные виртуозы готовятся к испытанию полгода. В программе три произведения – полифония, крупная форма и пьеса. Оценивает комиссия технику исполнения и виртуозность. Самовыражение – важнейший элемент развития молодого дарования. Для этого в школе работают 33 творческих коллектива. Из них 4 народных и 5 образцовых. Результат подтверждают цифры. Только за 2021 ученики стали лауреатами 610 международных и 28 республиканских конкурсов. Школа повлияла на судьбы многих бобручан. С юбилеем творческий дом поздравляют ученики, выпускники, ветераны. На сцене Дворца искусств звучат воспоминания, теплые слова благодарности и, конечно, музыка. Два с половиной часа, 26 номеров и каждый срывает овации. Я проработала в этой школе 54 года. И за это время у меня была смена где-то восьми директоров. Это были духовики, теоретики, хоровики, баянисты, скрипачи. И каждый директор старался сделать свое деление более сильным. И в итоге получился великолепный сплав музыкальных работников. Впереди детскую школу ждет еще больше свершений. Планируется создание новых направлений, к примеру, по электрогитаре. Плюс для совсем маленьких откроется группа по развитию речи. Искусство для этого подходит как ничто другое. Но первоочередная цель – расширять границы и огранять алмазы. Карина Буревич, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360.